Приветствую вас, что сказать. В целом, ваша позиция мне представляется хорошей. В целом, ваша позиция мне представляется продуктивной, конструктивной, рациональной, здравой, адекватной. Только есть здесь несколько моментов, на которые мне бы хотелось обратить ваше внимание, потому что, мне кажется, это очень важно. Первое, это то, что вам нужно, чтобы ваша мама вас приняла. Чтобы она, ну, приняла вас такой, какая вы есть, вероятно. Но вопрос заключается в том, может ли она принять вас такой, какая вы есть. Вопрос заключается в том, может ли ваша мама принять вас, есть ли у нее ресурсы для того, чтобы вас принять. На мой взгляд, таких ресурсов она не имеет. На мой взгляд, она не имеет ресурсов, значит, принять вас такой, какая вы. На мой взгляд, для нее все, абсолютно все, что касается внешности, должно быть только таким, каким хочет видеть она. Таким, каким хочет видеть она, значит, вас, и так, как она видит красоту. Так, как она воспринимает красоту. Опять же, нужно понимать, что подобная позиция, в общем и целом, является вполне нормальной. Именно для мамы вашей. То есть, вы для чего это требуете? Вы почему-то ждете, что ваша мама примет вас. Вам это почему-то нужно. Вам нужно, чтобы мама вас приняла. Вопрос заключается в том, почему вам нужно, чтобы ваша мама вас приняла. Как вы чувствуете себя в ином случае? Как вы чувствуете себя в том случае, если ваша мама все-таки не принимает вас? Такой, как она видит. Грубо говоря, для чего вам нужно? Для чего и зачем вам нужно ее принятие? Это первый момент. Этот момент, его, безусловно, нужно разбираться. Само все совершенно очевидно, что раз вы обижаетесь, раз вы как-то вот испытываете негатив, значит, у вас, как вам сказала моя коллега, есть определенные проблемы с самооценкой. То есть, вам для того, чтобы чувствовать себя комфортно, нужно, чтобы ваша мама вас принимала. Возможно, вы соревнуетесь с ней, Возможно, вы чувствуете, что ну, чувствуете, что хотите добиться ее признания для чего-то, зачем-то. то есть, здесь идет такая вот борьба, которая, на самом деле, ну, ни вам, ни кому-либо еще ничего хорошего не дадут. Вот. Это нужно понимать. То есть, здесь, здесь, на мой взгляд, нужно отделить, что вы хотите получить от твоей мамы, от того, что вы хотите для себя. Отделить нужно потому, что ваши обиды – это ожидание. А ожидание – это желание, которое вы не можете удовлетвориться настоятельно, видимо, раз нуждаетесь в том, чтобы ваша мама как-то вот вас признавала. Это такой момент. Дальше, если мы говорим с вами о том, что вы делаете, то можно, в общем-то, совершенно однозначно утверждать, что вы пытаетесь все сделать, еда, как это делает ваша мама. Ну, на мой взгляд. То есть, что это значит? Вы, с одной стороны, не вышли замуж за богатого, а вышли замуж, если я понял, за, ну, менее обеспеченного человека. Нет, я не говорю, что вы его не любите, вы его любите. Просто вы вышли замуж, именно вышли замуж, за не такого обеспеченного человека, как ваша мама. Вот. Вы перекрасились в другой цвет, и вы располнили. Как бы это было, не, как бы это не было, подрядностью, знаете, обязательно сделать, скажем так, против вашей мамы. технология это называется антифиналий, или контратфиналий. Ну вот. То есть, вы действуете вроде бы как против мамы, да, вы действуете вроде бы не так, как ваша мама. Но при этом, при этом, вы все равно вы ее власть по сути во власти мало, потому что вы делаете так, как, собственно говоря, может быть, и не хочет, явно, она, может быть, явно она не хочет. Но, так как она вас, ну, например, допустим, стимулировала, может быть, принуждала вас, или что-то в этом роде. То есть, это называется контратфиналий, и вы в этой позиции, в позиции контратфиналия, если вы действительно в этой позиции находитесь, то я полагаю, что вы точно так же не свободны, точно так же не свободны, как и были бы не свободны, например, если бы, допустим, были бы такой же, как ваша мама, да? То есть, как бы, разницы в этом плане абсолютно никакой нет. То есть, только в первом случае вы были такой же, как мама в одном направлении, в одном в ключе, а в втором случае вы немножечко в другой, вам кажется, что вы сценарий порвали. На самом деле это не так, да? Вот. То есть, весь вопрос заключается в том, весь вопрос заключается в том, для чего вы действительно покрасились, например, в, допустим, другой цвет, нежели чем у мамы, да? А есть вопрос в том, почему вы выбрали такого мужчину, которому нравятся полные женщины и цветом другим, нежели чем у вашей мамы? То есть, сделали ли вы это осознятельно, сделали ли вы это в результате акта свободной воли, или вы сделали это просто потому, что, например, в тайне желали не быть похожей на свою маму, например. Вот. Понимаете? Вот эти моменты и являются самыми главными в контексте того, о чем я пытаюсь вам донести. и если вы в своем выборе свободны, если вы действительно в своем выборе свободны, то все здорово, но в таком случае, к сожалению, не было бы обидно. То есть, вы бы делали какие-то вещи, вы бы занимались какими-то вещами, да, вы бы совершали какие-то поступки и при этом вас бы абсолютно не сделало то, что мама там говорит, делает то, что она хочет, что она считает, то, что она думает и так далее. Все бы это вас никак абсолютно бы не трогало. А, соответственно, раз трогает, значит, значит, есть личная заинтересованность. И, соответственно, если есть личная заинтересованность, значит, эта заинтересованность является ничем иным, как сублимированным вашим желанием, сублимированными вашими желаниями. Вот так можно это сказать. И, соответственно, нужно вот этот момент разбирать, конечно, то есть чтобы вы свои желания, свои потребности удовлетворяли сами, чтобы это не было, значит, как-то зависимо, да, чтобы это не находилось в зависимости от, значит, от вашей мамы, от кого бы то ни было, вот, чтобы вы были свободны. Знаете? и чтобы двигаться в этом направлении, подумайте, подумайте, вот вы говорите, почему мама не может меня принять, а почему мама должна вас принимать? Такой вот аспект. почему ваша мама должна вас принимать? Зачем ей принимать вас? Ну, не нравится ей, как вы выглядите, ну, не нравится ей, как вы выбираете, не нравится, да, не нравится ей тот стиль, который вы, значит, продвигаете, ей это не нравится. Ей имеет, она имеет право не принимать то, что ей не нравится. Имеет. Да, она вас пытается в общем целом принудить, она пытается вас принудить, значит, чтобы не является чем-то хорошим и справедливым. Тут я, пожалуй, с вами полностью согласен. Но, 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 не нужно забывать о том, что ваша мама это человек все-таки уже не молодой, да, скорее всего пожилой. И соответственно ее мировоззрения достаточно узко. И если человек считает, что вы чтобы быть красивый, успешный, там, например, как-то еще должны обязательно, ну, вот, соблюдать какие-то какие-то правила, какие-то нормы, какие-то рамки должны быть у вас, да, для того, чтобы быть красивой по мнению мамы, то оставьте ее с этим, оставьте ее с этим, пусть так все и будет. Но ваша мама считает так, это ее право. Позвольте здесь так считать, но при этом прислушайтесь к своим ощущениям. Ведь именно ваши ощущения не дают вам возможность всю эту ситуацию отпустить. И именно ваши ощущения, то есть по сути непринятие своих собственных переживаний, да, а проектирование их на маму и привело вас на самом деле к нам, на наш ресурс. Вот. И теперь осталось на самом деле только выгнать, что именно привело. То есть вот, грубо говоря, предположим, что вы действительно себя не принимаете. Ну, допустим, допустим. Вот. Если вы себя не принимаете, то в чем? В чем конкретно вы себя не принимаете? Если вы себя не принимаете, то почему вы себя не принимаете? Если вы в себе сомневаетесь, то из-за чего вы в себе сомневаетесь? Если вы в себе сомневаетесь, то какие именно обстоятельства вызывают у вас сомнения в вашей жизни. Понимаете? Вот эти вещи необходимо отделить от того, что вы чувствуете по отношению к своей маме. И подумать, так а если я, допустим, не уверенен в себе, ну вот бывает такое, да? А я не уверенен в себе. Что мне с этим делать? Как мне быть, если я в себе сама не уверен? И чья это проблема? Моей мамы или моя? Понимаете? Вот это, пожалуй, малу является здесь вот самым важным и принципиальным. То есть идет в данном случае перенос ответственности в себя на вашу маму. То есть ваша мама, она обвиняет вас в том, что вы некрасивая, в том, что вы на собой не укаживаете, в том, что вы там плохо делаете то-то, 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 то-то и так далее. Это ее право. Ее право. Пусть она обвиняет. Ее можно обвинить в том, что она навязывает вам свое представление о красоте. Ее можно в этом обвинить, к сожалению, к большому сожалению, ее можно в этом обвинить. Так вот, и обвините ее в этом. Обвините ее в том, что она навязывает вам свои представления о красоте. Разделите четко ответственность ее и свою. Понимаете? Пока что вы ответственность за себя, за свою жизнь, за свое восприятие себя, пока что вы переносите исключительно только на свою маму. И это безусловно не делает вам ни технического кара в шоке. Ну, потому что сами подумайте, да, вот вы там, грубо говоря, на свою маму обиделись, да, ну, просто обиделись на свою маму. Вы обиделись на нее. А дальше что? То есть, как бы, ей ни холодно, ни горячо от того, что вы ее обижаете. Так она знает, что вам неприятно. Она не собирается ничего, ничего, ничего менять на самом деле. Правильно? Правильно. И вы знаете, в глубине души вы знаете, что она ничего изменять не будет. И либо вам это нужно заставлять себя жертвой перед ней, чтобы тем самым иметь возможность пребывать от нее, там, я не знаю, допустим, пребывать от нее может быть какого-то внимания, может быть, там, лавки любви, жалости в конце концов. Вот. Вот и так. Вопрос в другом. На этом. Вопрос в другом. Что это вам дает? Что? Вот. А вам это, к сожалению, вам это не дает абсолютно ничего. Кроме негатива, кроме какой-то боли, кроме обиды, вам это абсолютно ничего не дает. Ваша мама она не изменит. Я полагаю, что здесь у вас имеет место быть такая борьба. Борьба за обобрезу. Борьба за обобрезу. Я хочу, чтобы мама меня одобрила. Я хочу, чтобы она одобряла меня. То, что я делаю. Я этого хочу. Мне это нужно. А зачем? Ну, Нужно мне это для чего? А потому что я сама себя видимо не одобряю. Ну, одобряю, но не так сильно. вот так грубо говоря хотела бы как моя глава. Вот. Понимаете? Вот так вот я думаю вам можно ответить на ваш вопрос. Значит, какой вывод из этого можно сделать? из этого можно сделать? Вывод на самом деле такой. Эмоционально отдаляться от своей мамы, эмоционально отдаляться от нее и так сказать оботшабливать, если угодно, оботшабливать свою самооценку, да, от того, что мама думает про вас. Именно оботшабливать. То есть, чтобы самооценка ваша ни в коем случае не зависла от мамы. Вот. вот это, пожалуй, реально то, что вы можете сделать. Здесь и сейчас. Для этого нужно опираться на себя, на то, чего хотите вы, на то, что ценно для вас, на то, что действительно важно для вас. И здесь, конечно, есть определенный риск, что может быть и ваш мужчина, может быть, вам уже не будет казаться таким привлекательным, как раньше. Вот. Могут быть еще какие-то негативные моменты. Вот. Об этом я вас предупреждаю специально, потому что подобный эффект, подобный результат может быть. И если вы будете иметь в виду его, и будете готовы к этому, то при индивидуальной работе эти изменения вы вас примете, ну, в общем, вполне в себе неплохо. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете додать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.